Ну, в общем-то, прикольно все это смотрится. Можно, конечно, заплатить. Можно. Давайте определимся в количестве народу, который это может сделать. Таких немного. Мы, в общем-то, как-то стали меньше деталей обращать на качество наших машин. Наше правило простое. Хочу машину круче всех, хотя и живу в однокомнатной хручевке. Ну, было бы такое в Москве, там понятно. Мужик из деревни приехал в Москву. Ну, бабла-то и нет, чтобы купить. Ну, конечно, можно купить, но денег будет стоить и ему, и детям его. Вот такая хрень. Я вам честно скажу, никогда в Москву я не поеду за свои бабки. За другие – легко. Жалко, что мой талант там не нужен. А так, времени для жития не так уж и много. Хочу просто принять правило. Мне не нужны ваши тараканы. Я хочу собственного удовольствия в городе, который не солят. К слову о соли, ну, попытайтесь. Я так отхреначу, больно будет и не раз. Поэтому здесь, в Магнитогорске, без идиотских косяков можно свою машину и разукрасить. Сколько такое будет стоить удовольствие здесь? Да, дорого. Но, купив аэрограф и подружившись с худграфовскими выпускниками, нарисовать и не такое можно. И тогда дешево. Ситуация, в принципе, простая. Все это замывается до краски. Затем, сами думайте. Можно заказать и трафареты. Легко. Можно при желании и умении самому сделать подобное. А можно просто из трафаретов вывести другое качество. Ну, чтобы понятно было. Я на своего Скайлика все это сделал с помощью трафарета. Получилось круто. И машина ушла под топовую цену. То есть, я брал Скайла за 160 рублей. Ушел за 375. Естественно, тысяч. Вот так вот. И без переплаты. Сам сделал, сам навернул и получил машину, продав которую, распиндорился с долгами. Взятыми под наше говеное, по сути, будущего, из которого так и хочется уехать в страну, пусть и десятого мира, без таких мозготрахательных косяков. Субтитры создавал DimaTorzok